Сомневающихся не оказалось. Депутаты Дагестанского парламента почти единогласно приняли поправки Конституции Республики. Депутаты Дагестана. Депутаты Дагестана. Депутаты Дагестана. Депутаты Дагестана. Дагестанец. Дагестанец. Депутаты Дагестана. Депутаты Дагестана. Депутаты Дагестана. Дагестанец. 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 У нас вот здесь представлены материалы и расходы по этим всем работам, и мы хотели бы все эти шесть этапов обсудить с вами или отдать вот этот план вашим специалистам для того, чтобы мы могли как бы утвердиться и дальше шли. Значит, всего стоимость вот этих работ, вот этих шести этапов, она, значит, представляет стоимость больше 300 миллионов рублей, 311. И мы с Султаном Бибулатовичем как бы в этом отношении беремся привлечь небюджетные средства для того, чтобы эту сумму взять на себя. Мы можем сказать, только мы благодарим вас и от Всевышнего, чтобы он вас вознаградил, приумножил средства и дальше, чтобы мы могли работать, развивать Тагестан. Это же мечеть на весь Тагестан, можно сказать. Все люди гордятся этим. Народная мечеть называется. Поэтому весь народ участвует. Мы с Султаном Бибулатовичем в этом отношении тоже как бы щепетильно достаточно к этому подошли. Вот эти средства, которые небюджетные, мы сюда планируем вложить, да, они тоже идут от людей. Это пожелание многих меценатов, тех, которые тоже заинтересованы в скорейшем пуске эксплуатации, опять же, для народа. То есть народ складывает сюда, а сейчас как бы есть обратная такая история, чтобы уже народ вот что-то получил обратно. Общая площадь Духовного центра составляет 35 гектаров. Основным объектом является мечеть площадью 30 тысяч квадратных метров и высотой 17 метров. В ней смогут одновременно совершать намаз 23 тысячи человек. Помимо мечети здесь планируется асфальтирование автомобильно-дорожных развязок и строительство других соцобъектов, в том числе инклюзивная школа. Для детей есть ОВЗ с инклюзивным образованием. Ещё одна примечательность Духовного центра – аллея Героев Медиков, раскинутая от центра до самого берега моря. Её протяжённость составляет 1300 метров. Всё это в ходе презентации было представлено в административном здании. У нас есть задача, что до 10 миллионов в год туристов Дагестан может, и оно будет такой существенной долей в этом потоке. На данный момент мы знаем, что она приближается к 2 миллионам, а цифра 10 миллионов мы можем, например, на практике соседнего государства, которые достигли уже цифры 9 миллионов. Поэтому, я думаю, у нас такая... это Грузия. У них в пике достигало 9 миллионов. Для этого, конечно, нам ещё много чего надо сделать, но уже у нас такой, можно сказать, в два раза уже рост есть. И таким образом, строительство таких объектов, оно, конечно же, не способствует... Как сообщалось ранее, завершение строительства духовного центра запланировано на 2025 год. Она признана стать визитной карточкой Дагестана и местом притяжения не только местных жителей, но и туристов со всего мира. Практически все дагестанские паломники уже находятся на святых землях Мекки и Медины. В их числе и те, кто отправился по линии благотворительного хаджа Сулеймана Керимова. Буквально через несколько дней паломники приступят к совершению обрядов хаджа. Совершить пятый столб ислама смогли и семьи военных, погибших в ходе спецоперации на территории Украины. Инициатива их отправки на хадж принадлежит главе Дагестана Сергею Меликову. Счастливые паломники не скрывали своей радости перед вылетом и благодарили всех причастных за предоставленную возможность отправиться на святые земли. Никогда не забудем то, что они для нас сделали. А вас всех прошу побольше читать в Дуа, чтобы у нас было созидание, процветание, благополучие и мирное небо над головой. Уделяется особое внимание, тем более в этом году столько погибших наши братья, многие из жены остались людовыми. И родители, конечно, тоже большие страдания, переживания, поддержку. Он оказал такую помощь. Будем молиться, конечно, за этих людей, которые погибли от дальнейшей жизни, ради свою родину. И тем более, которые у них остались близкие, чтобы им тоже, Аллах, максимально терпели, чтобы они проявились в максимальном терпении, чтобы Аллах дарил их раем, обеих, и встретил суббитен вместе, передосли Аллах возле пророка, салам, салам. Спасибо главе Дагестана, республике Дагестан, за то, что он оказал такую помощь, такую трудную минуту, поддержку. Огромную, большую благодарность ему. Благодарим всех. И нам, паломникам, тоже всем в счастливой дороге. И чтобы мы приехали оттуда с принятым хаджем. Напомним, всего из республики было запланировано 29 авиарейсов. Последний отправится буквально сегодня, 3 июля. В этом году к святым местам прибудут около 5 тысяч дагестанцев. Миллиарды на дороге. Федеральное правительство выделило Дагестану 31 миллиардов рублей на строительство северного обхода Махачкалы. Речь идет о ремонте участка автодороги Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. Среднесуточная интенсивность движения на указанном маршруте составит около 27 тысяч автомобилей. Деньги выделены республике в рамках плана по строительству, реконструкции и ремонту дорог на 2023-2027 годы. Это позор для ведомства. Фактически с этих слов начал свое выступление министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов на прошедшем минувшем пятницу семинаре-совещании и посвященном вопросам противодействия коррупции в Министерстве труда и подведомственных учреждениях. Министр публично отчитал подчиненных за коррупционную деятельность, а также озвучил жалобы, поступающие в адрес работников от жителей республики. Подробнее о мероприятии расскажет Патимат Ханапова. Не радовал сегодня слух собравшихся выступлений министра труда республики. Все потому, что отчет об итогах за прошлый год пестрил яркими примерами того, как иногда распоряжаются бюджетными деньгами совсем не по целевому назначению. Около 40 сотрудников ведомства привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. Самые частые нарушения совершены при оформлении социальных выплат и решении кадровых вопросов. Это большое пятно на нашей ведомстве и позор для республики Дагестан. Не должно быть никакого снисхождения к этим лицам, которые запустили свои руки в карман малоимущих, инвалидов и детей. Глава ведомства дал понять. На этой печальной статистике история не закончена. Каждая жалоба, поступающая в адрес министерства, будет проходить обработку. С начала года уже рассмотрено 37 обращений. Некоторые запросы от граждан Абдурахман Махмудов зачитал прямо на совещании. Хочу зачитать несколько обращений граждан, которые, на мой взгляд, изложены информацией, заслуживающие внимания. Я это буду практиковать, я напоминаю всем руководителям подведомственных организаций, постоянно на ВКС и на других совещаниях. Ибо только прозрачность позволит нам решить многие вопросы, которые мы здесь обсуждаем. Не допускайте нарушений, которые мы будем озвучивать публично здесь. Сегодня, допустим, под лицом, под ником «Ясиан», комментируя публикацию на сайте Минтруда, официальный сайт наш, комментируя публикацию, задают следующий вопрос. Может ли студентка дневного отделения работать на полной ставке социального работника? Обратите, пожалуйста, внимание, социальный работник Пермагомедова Кистама является дочерью заведующей отделением Катисон города Махачкала Пермагомедова Асиана. Вся 11 человек на обслуживании левые люди, нуждающиеся в обслуживании нет. С центра по заявкам ни одного. Я предварительно уточню, действительно заведующим отделением Катисон работает Пермагомедова Асиана Магомедовна, и в том же Катисон работает Пермагомедова Кистама. Я хотел бы услышать заведующую отделением, она здесь присутствует, мы ее приглашали. Пожалуйста, есть? Не пришла. И вот директор Акадисон Махачкала. Пожалуйста, прокомментируйте. Что вы, коллеги, слышали, в чем проблема? Это же элементы коррупции, это элементы наличия конфликта интересов. А вы же принимали решение. Обратилась к заведующей отделением, что ее социальный работник уходит в декретный отпуск. И что все 11 человек, нуждающиеся, слепой, которому надо сопровождать поликлинику, и бабушки требуют, что они видят, что их социальный работник уходит. И требуют нового социального работника. И в эти же дни подошла заведующая Примагомедова Асиа, которая проработала у нас 15 лет и попросила трудоустроить ее. Так она продолжает работать, не проработала, работает еще? Да, да, продолжает работать и попросила трудоустроить ее в дочке. Ну, так как это разные отделения. А как вы считаете, студентка дневного отделения сможет полноценно выполнять работу? А вот этот момент она утаила. Я не знала, что она является студенткой. Ну, значит, вам поручаю провести служебную проверку и по обоим принять каждое решение. Хорошо. Ну, а в отношении вас, которые приняли такое решение, мы отменим в министерство. Совещание в таком формате министерство проводит впервые. Такую практику присутствующие оценили положительно. Вот такой вот формат, который сейчас задал министр заслушивания конкретных лиц в присутствии коллег, назидательный характер что-то несет, что вот это публично при всех будет озвучено и спрошено с доложенных лиц министерства. Раньше, в советское время, я сам в суде работал определенный период, суды проводились, когда такое значимое дело было, резонансное дело, выходили в коллективы трудовые, на предприятиях, прям проводились суды, в присутствии всего трудового коллектива, завода или предприятия. Вот такой формат, он как бы более дисциплинирует сотрудников. Такой контроль особенно необходим, по словам экспертов, и ввиду того, что президент страны уделяет особое внимание в последние годы выплатам социальным. Только в одном Дагестане в прошлом году более миллиона жителей республики получили различные виды госпособий, льготы, компенсации на общую сумму более 33 миллиардов рублей. По теме от Ханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. На дагестанских полях в скором времени может появиться больше белорусской техники. Вопросы поставок в агропромышленном секторе обсудили на форуме роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов союзного государства, прошедшем в городе Гродно. Нашу республику на мероприятие представляла делегация во главе с председателем правительства Абдулмуслимом Абдулмуслимовым. По словам премьер-министра, в последнее время дагестанский бизнес проявляет интерес к оборудованию из дружественной страны, в связи с чем ведется поиск потенциальных инвесторов. В частности, у нас скоро может появиться ремонтный центр Минского тракторного завода, который в рамках визита посетил глава Кабмина. Абдулмуслимов, в частности, отметил, что в настоящее время 80% тракторов, эксплуатируемых в республике, белорусского производства разных годов выпуска. В этой связи и наличие ремонтного центра в регионе позволит на месте обновлять машинный парк, устанавливать новые узлы, средства автоматики и проводить покраску. Я дочь Дагестана Великой России. Под таким названием в Махачкале прошел Республиканский съезд девушек-горянок, посвященный 90-летию со дня рождения народной поэтессы Фазу Алиевой. Организатором мероприятия выступил Союз с Женщин Дагестаном. Здесь в основном будет вестись речь на примере Фазу Алиевой и таких же, как она, женщин Дагестана, которые работали на развитии, становлении нашего Дагестана, о воспитании будущих поколений духа, патриотизма и высокой морали. На сцене исторического парка «Россия. Моя история» выступили детские творческие коллективы, народные артисты и танцевальные ансамбли республики. В фойе девочки-рюкодельницы демонстрировали технику качества и вышивания национальных ковровых платков. Для гостей также организовали показ фильма о народной поэтессе. Выступавшие на мероприятии вспоминали о том, что Фазу Гамзатовна занималась не только творчеством, но и правозащитной деятельностью, сочетая в себе неординарность и скромность, являясь тем самым примером для многих. Единственное, хотела бы передать слово благодарности главе республики Сергею Алимовичу за то, что он объявил этот год юбилейным и расставил правильные приоритеты дагестанского народа и дал нам такую возможность официально почтить память этой великой женщине. И я очень надеюсь, что для наших горянок, для дагестанских девушек такое напоминание станет сильной очень мотивацией для того, чтобы развивать себя, совершенствоваться, искать в себе таланты, а их очень много у наших девушек. И, как сказали все предыдущие выступающие, на самом деле я верю, что у нас особенный воздух, особенность земля, потому что наши женщины самые красивые, самые умные, самые талантливые и самые яркие. И независимо от того, какой они нации, какой конфессии, платки они или без платка, и пусть так будет с каждым днем, все ярче, все лучше. И мне кажется, мы много говорим о возрождении традиций, нравственности, но мне кажется, что в последнее время вот такая очень нехорошая появилась тенденция противопоставлять традиции современности. А вот Фазу Гамзатовна, в моем понимании, и это очевидно, как раз в пример тому, что традиции ни в коей мере не противоречат ни творческой самореализации, ни таланту, ни профессии. Посмотрите, наша великая поэтесса, при том, что она была прекрасная мама, потрясающая верная жена, великолепная женщина, хозяйка, горянка, но при этом ничто не помешало ей получить профессию, получить высшее образование, не просто стать профессионалом, стать великим человеком, стать легендой в своем деле, в творчестве. Мне кажется, что молодым нашим девчатам это самый лучший образец для подражания. И в заключение выпуска предупреждение от МЧС. С начала купального сезона в Дагестане утонуло 7 человек, трое из которых дети. Основными причинами гибели людей на водоемах является личная неосторожность граждан, купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности и оставление детей у водоемов без присмотра старших. Главное управление МЧС России по республике Дагестан напоминает жителям и гостям республики о правилах безопасного поведения. Купайтесь только в разрешенных местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Не ныряйте в незнакомых местах. На дне могут оказаться бревна и камни. Нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя. Не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах. Они могут оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать. Нельзя подплывать к проходящим судам, а также заплывать за буйки, ограничивающие зоны заплыва. В случае происшествия немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону 112. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин